Сегодня ровно 70 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Суд над бывшими лидерами гитлеровской Германии. Этому историческому событию в омских вузах посвятили лекции. Вот идет занятие в педагогическом университете. Студентам рассказали, что тогда это был первый в истории суд за преступления против человечности людей и подготовку военного нападения. Впервые военным преступникам не удалось уйти от ответственности, сославшись на необходимость исполнения приказа свыше. Преступными были признаны руководящий состав Национал-Социалистической партии и охранные отряды этой партии СС, Служба безопасности СД, Государственная тайная полиция, Гестапо. Доктор исторических наук Виктор Зубачевский считает те дни знаковыми и для сегодняшнего мира. То, что достигли тогда лидеры союзных держав, в частности Сталин с Рузвельтом, вопреки Черчиллю, смогли прийти к очень важным договоренностям, это сегодняшний день. Если мы могли сотрудничать тогда, что мешает нам работать сегодня? По мнению профессора, мир может сплотиться в борьбе с терроризмом, а осудить авторов, таких преступлений можно открыто и сообща. Вчера в Совете Федерации высказали мнение, что необходимо организовать международный трибунал в отношении терроризма, ну, организаторов, потому что исполнители это пешки. Вот. И самое главное, ведь создан прецедент. С этого времени началась история международного уголовного права. Впрочем, Нюндбергский процесс получил и свою долю критики. Юристы считали, что ввести судопроизводство от лица потерпевшей стороны неверно. Кроме того, обвинителей можно было судить так же, как и обвиняемых. Например, за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки к Америке легко применить пункт преступления против человечности.